солнце снова на закате очень довольно тепло день безветренный и есть повод заснять как бы юбилейный ролик на моем канале я посмотрел это будет ровно 350 ролик на моем канале и думаю что полезно будет в этот именно юбилейный ролик рассказать об вот этом ветрогенераторе под названием зубр намотка статора есть предыдущих роликах сам поворотный узел также я показывал как я делал но тем не менее значит хочу рассказать что здесь статор с наружным зубом количество витков честно говоря уже не помню магниты использованы 40 18 на 10 высотой насколько я помню и по два магнита на полюс железо это статорные мне подарил рома за что ему огромное спасибо и хотелось бы немного остановиться снова об этом в рша возможно кто-то не понял как она там вот устроена значит объясняю вот эти пружины для вот этих лопастей которые диаметром три с половиной метра но они что есть то их нету но тем не менее получилось так когда я покупал вот эти пружины то две пружины мне дали новых а третьей не было и ребята ну какую-то там бэушную дали она даже ну вот визуально на было тоньше и как бы слабее поэтому вот вот эта лопасть которая отмечена вот черной лентой он у нее здесь самые меньшие усилия значит что я сделал я вот сегодня снова опустил витрогенератор на землю но опустил для того что в общем два дня он открутился открутился ну скажем открутился идеально выработка даже при том что ну на земле практически ветра не было он стабильно давал ну скажем от 100 до 800 ватт вот средняя значит получается где-то около 500 ватт причем с самого утра и до ночи покуда я его ну на ночь тормозил на всякий случай чтобы убедиться так два дня он отработал вот я опустил посмотреть как что и чего тут поменялось значит все на месте никаких нареканий заодно переместил еще на сантиметр грузы но именно вот на этой лопасти вот этот груз еще на сантиметр сместил значит что я сделал я взял веса и вот так вот цеплял электронные веса на всех лопастях в среднем три с половиной килограмма начала отрыва лопасти а вот на этой из-за того что здесь ну какая-то бэушная пружина ли я не знаю какая-то не такая как все здесь только два с половиной килограмма и скорее всего вот это из-за вот этой лопасти у меня были все проблемы потому что она раньше всех отворачивалась поэтому вот этот грузик я еще чуток сместил чтобы ну как бы уже засинхронизировать более 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 равномерный выворот лопастей значит по пружинах вот смотрим вот эта лопасть она связана с вот этой лопастью на одной рукой не понятно то есть это лопасть когда выворачивается флюгер она тянет эту пружину туда но это же пружина вот она связана с этой лопастью эта пружина выворачивает его в обратную сторону получается как бы две лопасти растягивают пружину равномерно но в то же время то же самое происходит и с этой пружиной то есть это растягивается не знаю как это объяснить словами это нужно чтобы кто-то снимал самому но это неудобно показать вот я насколько смогу отодвинуть одной рукой вот видим эта пружину растягивает сюда тянет эту пружину растягивает туда тянет как бы его не по диагонали все три лопасти между собой связаны и скажу сразу что вот эта регулировка вообще благодаря вот этой пружинной синхронизации все стало на свои места отлично стало работать никаких там нареканий даже были такие порывы ну хорошие порывы я аж даже сомневался но вот скорее всего вот эта лопасть чуть-чуть подстукивала вот почему я как бы сегодня еще чуток подкрутил ну а так вот все как бы все как бы работает и этот ветрогенератор я оставляю на зиму но это разве что найдется новый хозяин на него и он не отработает зиму ну а так у меня планы его оставить вот чтобы он отмолотил мне зиму помощь довольно существенная от него ну а там посмотрим благодаря тому что здесь наружный зуб и видим вот ротор вращается то есть магниты здесь по наружу как мотор колесе то генератор получился очень компактный и очень довольно мощный для своих размеров ну и если кому интересны нюансы постройки вот этого ветра генератора то есть их файлы которые не вошли в предыдущие ролики смотрим собрал железо стянул его болтами предварительно все насколько мне это удалось выровнял изнутри проварил проварил как в четырех местах чтобы это весь пакет держался пропитал обмотки лаком все очень здорово получилось вот такой вот толстостенной трубы вырезал два куска по 170 миллиметров в общем один кусок я вот уже обработал разрезал на три части и разогнул под нужный мне диаметр значит потом все три куска вот два есть еще одного не достает придется еще один вырезать с этой трубы и затем это все будет свариваться и как одно целое обрабатываться на станке с трех кусков сформировал цилиндр будущего ротора теперь вот сваркой по прихвачиваю еще раз выставлю чтобы более-менее ровный цилиндр получился потом полностью это все провариваю протачиваю и ежели толщины будет не доставать сверху наложу полосу с шины вот полностью все проварил корень проварил все пускай теперь это попробуем это все потом проточить попробуем сделать с этого набора железок цилиндр обрабатываю внутреннюю сторону а затем наружную и торцы разметил полюса и заодно отбил где будут приклеиваться магниты и увеличил толщину металла вместе приклейки магнитов то есть с наружной стороны приварил шину выгнул на шиногибе затем струбцином ее сюда вот придавил по размеру и обварил и теперь буду протачивать место резца держателя закрепил будущий ротор для того чтобы закрепить сделал простейшее приспособление в общем сейчас я просверлю здесь еще одно третье отверстие и соответственно потом раскручу и покажу как это все крепится сверлил вот таким китайским ступенчатым сверлом отлично сверлит никуда не уходит и можно выбрать нужный размер для того чтобы просверлить все отверстия по 120 градусов изначально была сделана разметка то есть вот этот ротор поделил на 6 частей почему 6 значит вот здесь поставил вот такую пластину будет не видно вот метка и напротив этой метки там где мы будем сверлить также есть метка вот здесь вот то есть я эти две метки совмещаю и соответственно затем сверлю отверстие одной рукой снимайте сверлить понятно что мне будет неудобно поэтому покажу готовый результат вот так выглядит готовый результат работы вот этого сверла я говорил что покажу зажим откручиваем откручиваем это все здесь просто прижимка и вот такой вот с направляющей зажим он центрует этот диск вот этой направляющей и заодно прижимает все оригинальное просто это именно тот случай когда говорят откуда анекдоты берутся в общем сегодня утром я опускал ветрогенератор и там на видео в начале я говорил что опускал его для осмотра посмотреть что не так ну раз опустил заодно еще немного грузы подкрутил ну в общем я уже подымал мачту подымал уже под вечер там токум приехал то сосед пришел и приходит еще один сосед увидел что я мачту подымаю приходит я уже думал что опять у тебя что-то с ветряком вчера слышу тук 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 ну а это тук тук и я дело в том что слышал я слышу в гараже у себя тук 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 думаю ну что такое думаю ветрогенератор подошел к нему да как то ну слышно тук тук ну как то ну не от ветрогенератора а вот где то оно объемное этот тук тук и такой металлический какой то звон зайду во двор вроде бы ну как то больше слышно думаю да это же ветрогенератор вверху оно так отдает и в дворе как бы резонирует вот больше я уже ну раз пять ходил к ветрогенератору смотрю дверца приоткрыта на ящике я ее ну думаю это дверца я ее закрыл пришел в гараж еще там начал думаю ладно пускай стучит думаю если что уже завтра его ну вот на сегодня наметил думаю я опущу его потом я как то занялся своим через время как то начал уже прислушаться не слышу я этот тук тук ну думаю ладно притерлась думаю мой там пружина она где то там отходила туда-сюда ну думаю встала на свое место и все думаю опущу ветряк посмотрю что там не так вот я ее сегодня опустил и сосед ей рассказывает эту историю у тебя горит тук тук а у меня прям грохот ду 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 и это все продолжалось час два три даже ну мне уже оно как то по мозгам это все и сосед говорит я все думаю это ветряк соседа думаю ну блин опять что то там наделал думает стучит и стучит думаю ну блин оказывается что он там красил что то там не знаю что он красил повесил ведро где-то там на какой-то крючок там банка в том ведре ну короче ветер и это ведро болтает туда-сюда и ведро цепляет забор и вот это тук 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 если бы я его сегодня опустил я бы его не опускал бы и я бы если бы сосед не пришел не сказал вот эту историю я бы так и не понял я бы считал что это у меня какие-то проблемы там светреагонера кажется все намного проще это проблемы у моих соседей так что вот такая вот история на этом все всем побольше позитива отличных идей отличных друзей побольше альтернативы до новых видео друзья пока